На берегах бурной фонтанки Исключительно традиционный джазовый такой эксперимент, который будет сделан вместе с Сергеем Баулиным, очень уважаемым в наших тут кругах, я думаю, что и, наверное, в московских, естественно, тоже, а саксофонистом, вместе с которым мы решили сделать вот такой новый проект, такую коллаборацию, которая будет называться «Белиновик и All Star» джаз-квартет Сергея Баулина. Все это будет происходить в джаз-кафе «Эссе», тоже место, которое мы уважаем. И я очень рад, что так, наверное, получится все очень даже неплохо, что-то мне подсказывает. Я так понимаю, что это материал альбома «Джазовые стандарты», часть вторая? Ну, учитывая, что это будет презентация этого проекта впервые в Москве, поэтому мы сделаем микс из первой части альбома «Джазовые стандарты», которая была записана в прошлом году, и вот тот, который выходит сейчас, вот только что приехал с завода. Поэтому это будет как бы концерт из двух отделений, и перемешку будут стандарты из двух альбомов. Что вообще, какова мотивация у лидера популярной группы, наверное, одной из самых популярных в Санкт-Петербурге, который делает параллельную жизнь в джазе? Какова мотивация для этого? Прежде всего, это красота и мощность того воздействия, которое я испытал при глубоком, скажем, проникновении в то, что мы сегодня называем джазовыми стандартами. И плюс к этому желание представить людям, которые по каким-то причинам не соприкасались с этим кладом, с этой кладезью вообще красоты, думая о том, что джазовые стандарты – это какие-то штампы и какие-то, ну, скажем так, скучные наработки, не понимая, что в ядре стандартов лежат красивейшие мелодии, песни и тоже тексты, которые, вот мне кажется, для нас, для всех могли бы быть на сегодняшний день примерами того, как может выглядеть в принципе джазовая песня. Да и не джазовая песня в том числе, потому что многие джазовые стандарты изначально не были джазовыми песнями, это были просто-просто песни. Например, Autumn Leaves – это была просто песня, там, скорее, которая могла быть классифицирована, как, не знаю, шансон, скорее. Ну, песня, песня и песня. Но время повернулось так, что это стало одной из наиболее часто исполняемых песен, скажем так, произведений во всем мире. Там, на джемах, во всем джазовом мире. И таких песен красивейших, глубоких, с прекрасными мелодиями, их несколько тысяч, из которых ходовыми являются, может быть, 200-300. Разной степени, скажем так, сложности, но и тоже есть очень легкие, есть такие изящные мелодии, которые, раз попав в человеческий организм, уже нуждаются в каком-то следующем этапе своей жизни. Ну, не знаю, сложно это объяснить, но, в общем, мне хотелось бы просто поделиться с людьми, которые пока еще не открыли для себя красоту джаза в песнях и в мелодиях, которые, ну, не так сложны и не так страшны, как многие думают, что джаз есть. Традиционный вопрос, когда люди начинают слушать джаз, приходят к нему со стороны, скажем так, и слышат большое количество инструментальных версий, главный вопрос, который у этих людей созревает, а когда будут петь? Как вообще вот этот материал, который составляет корпус джазовых стандартов? Популярное, широко распространенное, точнее, мнение о том, что джаз – это очень сложно. Вообще намного сложнее этот репертуар, чем просто популярные песни. Здесь, скорее, вопрос состоит в манере преподнесения материала. Потому что, если взять текст, музыкальный текст того или иного стандарта, выясняется, что, в общем-то, это не так сложно. Но то, как преподносят артисты, и в частности джазмены, это уже вопрос найти... Знаете, можно сравнить так, сравнить с тем, как, например, принципы квантовой физики объяснить ребенку. Можно сразу начать с выяснения каких-то фундаментальных изысков, а можно просто на пальцах объяснить, в чем принцип квантовой физики. То же самое и с джазом. Ведь можно начать с простого и в рамках одной песни показать, куда развивается, например, усложнение или вариативность той или иной мелодии. И это уже вопрос внутреннего кругозора, может быть, даже отчасти внутренней культуры, внутренней такой способности и желания к толерантности тем, кто, например, с джазом не знаком глубоко. И вот у меня есть такая, как бы, позиция о том, что, когда мы начинаем петь джазовый стандарт, надо первое проведение сделать близким к хрестоматийному. То есть показать мелодию, какая она была у композитора, которая есть в нотах и которая, в общем-то, очень... Ну, так, в общем, просто простая, изящная, красивая мелодия. И только уже в последующих повторах, в последующих, как бы, повторениях и квадратах эта мелодия, как бы, начинает обрастать уже теми нюансами, теми витиватостями и приемами, которые... ну, нередки в джазовой интерпретации. Вот, как бы, на примере каждой песни делать вот это развитие. Мне кажется, что это вот как раз именно то, что могло бы быть мостиком к финальной красоте джаза, которую мы знаем. Спасибо. Желаем большого успеха на московской джазовой сцене. Это небольшая часть общероссийской сцены, но она очень особенная. Хорошо бы, чтобы все получилось так, как задумано. Да, я с радостью приглашаю всех. Приходите. Вот, вот, приходите и скажите, что вы думаете. Спасибо. 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 Спасибо.